Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Елена Гудкова и программа Барды Онлайн. Телефон студии 971-19-11. Мы работаем в прямом эфире, и мы сегодня продолжаем разговаривать об авторской песне, об интересных событиях, которые происходят в этом жанре. Я не забываю приглашать в студию молодых исполнителей, которые только что начинают творческий путь. Ну и, конечно, стараюсь приглашать наших легенд, мэтров, тех, кто уже давно вошел в аналог Бардовской песни и в ее историю, тех, чьи песни в 50-х, 60-х, 70-х годах взахлеб пели на коммунальных кухнях, в студенческих отрядах, у костров. И даже порой не знали авторов этих песен. Сегодня у меня в гостях замечательный ленинградский автор-исполнитель здесь, в студии, Александр Генкин. Здравствуйте, Александр Абрамович. Добрый вечер. Спасибо огромное, что вы пришли. Просто очень рада. И у нас по традиции мы начинаем с песни. Какую песню вы бы хотели спеть зрителям? Ну вот, осень вроде бы наступила. Осенняя песня будет тогда. Надоело, надоело слякать, Запотело пыльное стекло. Не с кем выпить, не по ком поплакать. Время лета в лет утекло. А за окном пустая болтовня Дождя и листьев, минувших свой век. За то, что жизнь придумана не зря. Прости меня, усталый человек. Как же так же, гриб поганый вызрел, Трехэтажный авторазговор. Бред не мыслим, как случайный выстрел, В человека, не причастного в упор. А за окном пустая болтовня Дождя и листьев, минувших свой век. За то, что жизнь придумана не зря. Прости меня, усталый человек, Снег бы что ли, снег бы что ли выпал, Хоть бы час обычной тишины, А я поплакал, я бы тихо выпил За сокрытие собственной вины. А за окном пустая болтовня Дождя и листьев, минувших свой век. Прости меня, усталый человек, Надоело, надоело слякать, Хоть бы час обычной тишины, А я бы выпил, Я бы смог поплакать В осознание собственной вины. А за окном пустая болтовня Дождя и листьев, Минувших свой век, За то, что жизнь придумана не зря. Прости меня, усталый человек, Спасибо большое. Спасибо огромное. Барда онлайн в эфире. У меня в гостях Александр Абрамович Генкин. Александр Абрамович, и сейчас вот для телезрителей я просто напомню несколько строк из вашей биографии, которая официально опубликована в разных изданиях, на сайтах, интернет-порталах. Вот то, что я нашла. Буквально для ознакомления. Александр Абрамович Генкин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. Третий ребенок в семье. Так. В трехлетнем возрасте, а соответственно в 1941 году, был эвакуирован из Ленинграда, потому что началась война, блокада. И в 1946 году вы вернулись в Ленинград. В 1962 году окончили наш Ленинградский военно-механический институт, факультет оружия и системы вооружения по специальности инженер-механик. И так я понимаю, что вы подрывник. Ну, по взрывным, так сказать. Ну, я большую часть жизни отработал на Ржевке, где делают так называемые средства и инициирования. А то, что американцы называют средствами автоматики пиротехнии. Так. А, понятно. Вот, да. Ну, да. Невольно вспоминаю Михаила Жванецкого, рассказ подрывника у него есть. Так. Взрывотехника. Так, а вот еще я забыла. Третий ребенок в семье. Техника кооператора Белошвейки. Вот, конечно, современным языком это уже очень... Так вот, современным человеком сложно понять. Техник-кооператор это что? Техник-кооператор тогда были в ходу кооперативы. И отец мой, приехав из черты оседлости, за большую взятку прописался в Петербурге. И тогда 25 рублей, это была очень большая взятка. Это 905 год был. И окончил ремесленное училище по классу сантехники. И вот занимался сантехникой. То есть такой индивидуальный предприниматель был? Интересно. Так, понятно. Спасибо огромное за комментарий. Кандидат технический наук. Доцент. Да. Автор более 60 изобретений. Да. И автор более 100 песен. 150. 150 песен. Да. Вот потрясающе. Ну вот это коротко, конечно. Я просто для ознакомления. Скажите, пожалуйста, почему ваш выбор выпал именно на военмех? Почему вы пошли? Это связано с тем, что после войны? Или как-то... Нет. Просто-просто я мечтал быть конструктором. А конструкторский факультет, вот под названием конструкторский именно, был только в Литмо и в военмехе. И в военмехе я поступал на конструкторский факультет, но оказался на приборостроительном. Ну не жалеете? Нет, не жалею. Интересно уже все это. Да, конечно. Вот я сейчас зачитаю, поскольку выучат не... Налей вина и пей до дна, и так везде ведется от века, что веселее, чем пьяный студент, нет человека. Это припев из песни, известной студенческой песни, ну в 60-е годы тогда пели очень многие эту песню. И авторы этой песни, Борис Генкин, он написал стихи, и автор мелодии Александр Генкин. Да. Вот я бы хотела, я знаю, что вот ваш брат сыграл немаловажную роль в вашей биографии, творческой в том числе. Вот, может быть, вы расскажете о Борисе? Да, Борис Генкин, в отличие от меня, был чрезвычайно творчески активен. В отличие от вас? Да. Ну вот, и он прошел войну, закончив школу, он был командиром взвода разведки, прошел до Курской дуги, там был тяжело ранен. Отец мой нашел его в госпиталях в Тульских, привез к нам, и в отличие от меня, он блестяще играл на всех музыкальных инструментах, которые к нему попадали в руки. Он играл на аккордеоне, он играл на рояле, он играл на мандолине. В общем, вот, такой разносторонний был человек. Кроме всего прочего, он был мастером спорта по шахматам. Вообще удивительно, конечно. Да. Ну вот. Ну, именно вот он авторской песней вас как-то заразил или как? Ну, заразила меня авторской песней, если можно так сказать, Александра Семеновна Нестерова. Мать моего друга ближайшего, Гилярия Нестерова, она была профессиональной исполнительницей романсов. И гастролировала по Магадану, по Камчатке, в связи с тем, что у нее было четверо сыновей, и надо было их как-то кормить и обувать. И вот они с отцом, отец был геологом, а она вот профессиональной исполнительницей романсов. И мы познакомились с семейством Нестеровых в Терриоках. Это Зеленогорск, наверное. Да, ныне Зеленогорск, а тогда был еще Терриоке. И вот она нас собирала по вечерам. Пела вам? Да, и пела нам песни. Вот тогда вот я, собственно говоря, и заразился песней. А потом, потом оказалось, что мало того, что поется официально, и захотелось сделать свои песни. И вот тогда, помните, был бум туризма выходного дня? Туризм, туризм был, да? Да. Туризма выходного дня. И вот я однажды взял с собой бутылку водки, взял с собой одеяло, взял с собой гитару. И поехал в лес. И мне повезло, в поезде я познакомился с Володей Мельниковым. Это первый аккомпаниатор Александра Городницкого. Вот. И с Валей Глазановым. Валентином Глазановым. Да. А теперь я, после этой встречи, я был принят в сообщество. И после этой встречи я очень долго ходил в лес со Славой Цветковым. С Вячеславом Цветковым. Вот. И однажды я был от костра, как говорится в названии песни, в названии книжки «От костра к микрофону». Да, есть такая. Вот. Я был приглашен от костра к микрофону в Клуб Восток. Тогда попасть туда было немыслимо совершенно. И я был выведен на сцену Ирой Костриц, тогда вышней руководительницей. А вот как, был какой-то худсовет или как-то это надо было попросить? Нет, никаких худсоветов. Худсовет состоялся у костра. Ага, понятно. То есть... Вот отслеживали, кого интересно пригласить. Так вот так вот. Ага, подойдет наш. Да, да. И вот потом, потом было дано нам с Виталиком Сейновым две песни. А мы отпели 15 минут. И сразу после этого мне предложили работать на студии мультфильм. Так. Да. Что ж вы такое спели? Ну, вот у нас был антагонизм к профессиональному всему. И поэтому, вообще говоря, нам было западло работать, вообще говоря, на профессионалов. Вот. И вот так вот я попал в авторскую песню. Потом я был лауреатом. Ну, об этом мы еще поговорим. Я вот хочу вас попросить еще одну песню исполнить, если можно, поскольку все-таки, вот, мне кажется, ленинградский вы автор, да, и Клуб Восток наш, так вот, моя питерская сторона, вот песня. Да, я всю жизнь прожил, большую часть жизни прожил на Петроградской стороне, в доме мариниста Колбасьева, который был у него национализирован. И оставили дочерям его однокомнатную квартирку всего лишь в этом доме. А был весь дом принадлежал ему. Колбасьеву. Колбасьеву, да. Ну, он более известен как спонсор джаза. И он выведен даже в фильме «Мы и джаза». Как-то прошло мимо меня, надо будет посмотреть там обязательно. Понятно, понятно. Ну, вот, и детство мое прошло на развалинах стадиона Легина, а ныне... Какой он там, какой там у нас стадион? Не Кирова, нет? Нет. Забыла я. Я ведь не футболистом. Вот, вот, вот. Петровский. А, Петровский. Петровский он называется, да, теперь. Ну, вот. В этой песне будут непонятные слова, как оказалось многим. «Монополька» звучит там. Это торговля монополией водки. Ага, да. Вот. И «Чваново». Ага. «Чваново». «Чваново» – это ресторанчик на углу Большого проспекта и Веденской. Мы его называли «Чваново» по владельцу старому. Детство мое метено рурскую рудой На далекой питерской блокадной мостовой На стенах отметины, домов без шрамов нет В парте братом даренный фронтовой планшет Громыхающий трамвай, колбаса под ножка Ты до юности меня подвези немножко Не свистай вдогонку, мент Дворник, брось ругаться У меня другого нет способа добраться Страшней ночей к оберии культовы дела Сталина до Берии делево дела Озаренье истины общей помудрешь В одночасье высветили сладенькую ложь Два зеленых огонька Номерок двенадцать Помоги пока пурга В Чваново добраться Сладкая из тома там До романса стон Тома моя, Томочка Я как пес влюблен О тепель весенняя талая вода Разрешили мыслить нам вольно в никуда Бражничали, ерничали, не поспали в сласть И луна двурогая над землей неслась Частник миленький родной Треха до Тучкова Завтра раннею порой Просыпаться снова Не торгуйся, не ворчи Нет другого шанса Две весенние ночи Остались до аванса Перестройка джазовая К старости мандат Баллон в кармане газовый Напротив автомат Сексолазерный рассвет Ядерный, контуженный Мы умнее своих лет Но не сильно нужные Ох, водила не гони Что-то сердце стало Мы с тобой опять одни Пруха убежала Доберемся не спеша За сведенный троицкий Жизнь, братишка, хороша Все еще устроится Доберемся не спеша За сведенный троицкий Жизнь и вправду хороша Все еще устроится Это правда Барда онлайн в эфире У меня в гостях Александр Абрамович Генкин Мы говорим о песнях Александра Абрамовича И, конечно, наверное, о ленинградской песне Вот 60-х годов Хочется с вами поговорить О клубе «Восток» Он же в этом году 50 лет ему Значит, год рождения 61-й Как ни странно, 50 лет отмечают В эти клуб веселых и находчивых Вы вот в студенческие годы Не увлекались этим тогда? Увлекался Я не в студенческие годы Увлекался этим А когда? А уже придя на работу Я на Ржевке организовал Свой клуб веселых и находчивых И с большим успехом Я выступал в качестве режиссера И ведущего Вот И с большим успехом У нас проходили эти встречи Потому что время как раз было такое Все, мне кажется, очень живо было Ну да Интересно А вот какие имена Вы говорили, что в клуб «Восток» Было очень трудно попасть А кто тогда был популярен Вот из ленинградских авторов Да? И действительно Потому что говорили о том, что Например Ну я так слышала, по крайней мере Что вот Глазанов был популярен А Кукин не очень в то время А Кукин как-то позже стал Кукина мы узнали только на первом конкурсе Туристской песне Да, туристской песне И проходил он в ДК Кирова Здесь неподалеку И Кукин был представлен клубу Был такой ансамбль «Шаги» И они спели Его песни Его три песни И в ложе сидел Булат Акуджава Так И сказал, что единственный человек Который достоин внимания Это Юра Кукин То есть он его просто благословил Да Понятно Интересно очень А вот А все-таки кто Из наших ленинградцев Да, вот в 60-е годы Был популярен, скажем так Ну, потом уже Пошли концерты И у нас доходило до 30-31 концерта в месяц Мы зарабатывали тогда Маленькие деньги По червонцу нам платили сначала За концерт? Да Ну, это не маленькие такие Ну, да Ну, вот И у нас сложилась бригада такая Юра Кукин Так Я и Виталий Ксейнов Мы начинали В разных концах города И потом На смену Друг к другу приезжали Сейчас так работают Вот На чесах артисты Да Настолько была Настолько Настолько была потребность В этой песне Да И вот На углу Большого проспекта И Девятой линии Был институт Такой Всегии И вот Он нас принимал С большой охотою И Вами Вами был тоже клуб Авторской песни Вот А потом Я уже Стал Лауреатом Лауреатом У вас В 65-м году Лауреат Вы стали лауреатом Первого Конкурса Самодеятельной песни Да В 65-й год Да 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 А потом В 67-м Я стал Лауреатом Всесоюзного Конкурса И там Что мне Очень Польстило Там был Александр Аркадьевич Галич Да Председателем Жюри И без Моего ведома Вот Как получилось Виталий Ксейнов Показал мою Песню Слышите Люди И Галич Ее отметил И сказал Что на Концерте Победителей Обязательно Должен Исполнять Ее Автор За мной Приехали Я тогда Занимался Легкой атлетикой Усиленно Металлмолот Да Это по-моему Нелегкая такая Да Очень атлетика Да И Приехали за мной И Привезли меня И Я Был Удостоен Чести 20 минут Общаться Напрямую С Александром Аркадьевичем Галичем Это Незабываемо Вот И Потом Я с ним Встречался Еще В Петушках Там Был фестиваль Московской Авторской Песни И Вот Встреча Наша Имела Продолжение Потому что Я ставший Лауреатом Дипломский Дипломатский Лауреат Подписал Маршал Конев И Александр Аркадьевич Галич Вот А потом В В газете Смена Были Опубликованы Песни Лауреаты И Вот Тут Случилась Беда Представляете Год 67 Юбилей Советской Власти Да И Они Опубликовали Ошибочно Там Были У меня Такие Строчки 50 Из них 30 Моих 30 Лет Утверждающих Мир Они Опубликовали 50 Из них 30 Могил Да Я Позвонил Виноградову Тогда Шум Редактору Газеты Смена И он Сказал Мне Что ты Переживаешь Что Такое Газета Смена Лает Тихонечко Из Подворотни А С твоим Ляпом Ничего Страшного У нас Здесь На самом Деле Был Крутой Ляп Мы Опубликовали Фотографию Со Зверствами Американцев Во Вьетнаме Во Вьетнамской Деревне А Подпись Дали От Другой Фотографии Так Работают Парни С Электросилой Это Серьезно Было Да Ужас Нет Бывает Кстати Ляпы Бывает Я иногда Даже Собирала Одно Время Именно С Подписями Фотографии Ну В общем Это Дело Все Благополучно Хорошо Александр Абрамович Я хочу Чтобы мы Еще Исполнили Песню Потому что Время Мне безумно Интересно Вас слушать Нам надо Чтобы вы И песни Спели Давайте Пенсионерскую Застольную Можно Вас попросить Можно Дело В том Что Я Планировалось Что я Буду Благодаря Своим Заслугам Персональным Пенсионерам Так А Получилось Все Наоборот Пенсион Урезался В связи С перестройкой В связи С нашими Событиями И вот Этому Посвящена Как раз Песня Давайте На той Советской Оборонке Мечта Неслась Мечталось Нам На пенсионке Развлечься В сласть Теперь Нет Шансов Персоналку Срубить Живьем Пошли К хренам Эту Рыбалку Давай Споем Давайте Пить Что Было В сласть Сдавайте Так Что Песня В масть Ведь Мы В сущности Не скверные Все Люди Пусть Будет Трепа Через Край Пусть Надавай В ответ Давай И вот Тогда Клянусь У нас Всегда Все Будет Как Наше Судно Раскачало С Борта На Борт Но Нам Сдаваться Не Пристало На Оборот Болят Былые Заморочки Жюлье Жюльем Дались Нам Ягоды Грибочки Давай Споем Давайте Пить Что Было В сласть Сдавайте Так Что Песня В масть Ведь Мы Же В сущности Не скверные Все Люди Пусть Будет Трепа Через Край Пусть Надавай В ответ Давай И вот Тогда Клянусь У нас Всегда Все Будет Нас Перестроили Разули Чтоб Вызвать Шок Мы Все За Зеленью Рванули Сбиваясь С ног Уже Нет Сил На Физзарядку И Пылен Дом Кончай Горбатица На Грядке Давай Споем Давайте Пить Что Было В Сласть Сдавайте Так Что Песня В масть Ведь Мы Же В сущности Не скверные Все Люди Пусть Будет Трепа Через Край Пусть Надавай В ответ Давай И Вот Тогда Клянусь У нас Всегда Все Будет В Года Романтики И Дури Усталость Прочь Волна Любви Ясней Лазури Укроет Ночь Мы Все Мусоны И Пассаты В Стакан Сольем Забудь Про Мерзкую Простату Давай Споем Давайте Пить Что Было В Сласть Сдавайте Так Что Песня В Масть Ведь Мы Же В Сущности Не Скверные Все Люди Пусть Будет Трепа Через Край Пусть Надавай В Ответ Давай И Вот Тогда Клянусь У нас Всегда Все Будет Замечательно Программа Барда Онлайн В эфире Александр Генкант В студии В гостях У Елены Гудковой Телефон Студии 971 19 11 У вас Еще есть Время К нам Сюда Ворваться В студию И Разговор Включится Александр Абрамович Я вот хочу Прочесть Стихотворение Вам посвященное Потому что В 1998 Году Был ваш Юбилей Ну Еще тогда 60-летний Да Вот Отмечали Вышла И книга Храни меня Хороший К этому Году К юбилей Но я хочу Прочесть Стихотворение Телезрителем Дмитрия Баковицкого Оно мне Очень нравится Посвященное Вам Вот к этому Юбилею Написанное Потому что Он С большой Любовью И с большим Таким Улыбкой Написал Это И многие Песни Ваши Известные Дима Говоря Всех Нас Пользовал Как Кардиолог И меня И Юру Кукина Он врач Бардовский Кардиолог Вот я прочту Стихотворение Александру Генкину Тумбала 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 Лайка Тумбала 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 Лайка Шпилбалалайка Тумбалалайка Шпилбалалайка Тумбалалайка Вдаль Несется Крик Грачей Ты ничья И я ничей Все Себя Сбросим Сердце Износим После Расспросим У мудрых Врачей Вот Александр Абрамович Генкин Снова Снимает Гитару Со стенки Пой Саша Генкин Шпил Саша Генкин Эники Бэники Си колеса Помнишь Тот Матриархат Вот Ваши песни Где жена Нам друг И брат Глазки Хмельные Ножки Литые Словно Ручные Пара Гранат Прелесть Просто Что за дурость Компромисс Разошлись Так Разошлись Вышка Так Вышка Крышка Так Крышка Так Как уже вышла Милая Мисс Притомились Кони Пусть Еще одна Ваша песня Нам не грех И отдохнуть И хоть Резонно Сердятся Жены Время Густое Дайте Хлебнуть Если Кто-то Долбанет Вновь Макушка Зарастет Струны Подтянем Песню Затямим Крылья Расправим В новый Полет Вот Александр Абрамович Генкин Снова Снимает Гитару Со стенки Пой Саша Генкин По-моему Замечательно И вот Ваши Многие Многие Песни Здесь Угадываются Процитированы Потрясающе Скажите Пожалуйста Я упомянула Что Храни меня Хорошее Ваша книга Вышла Причем Я была поражена Что вы Рассказываете Прозу Пишите Да Я Чрезвычайно Люблю Прозу Поэтов Потому что Она Образная Лаконичная Конкретная Такая Такие стихи Как получается Такое что-то Да Я соглашусь с вами Очень Это А вот Аж какие еще у вас Вышли книги Диски Вот я просто уже Заглядываюсь Там Смотрю что вы что-то Вете принесли Диски Вот я хочу Подарить Студии Свой первый диск Это первый Да Еще раз В нем В нем Участвуют Все мои Друзья Саша Копосов Таня Копосова Евгений Раскопов Вот И 31 31 песня Замечательно Замечательно А это вот Архив Архивные Записи 70-х годов Здесь Здесь в основном С Юрой Базулуком Мне повезло Я с этим музыкантом Работал А он Теперь Живет В Тель-Авиве Вот И он Казах По национальности Так Но Ему Удалось Доказать Свои еврейские Корни Судом И он уехал В Тель-Авив И сейчас Большего Почитателя Израиля Нету Понятно Вот так Вот Хорошо Спасибо огромное Спасибо огромное Это просто все Это замечательно Вот Архив 70-х Это вообще Нет Ну и этот диск Первый диск Спасибо огромное Я вас еще попрошу Тогда может быть Песенку спеть Давайте Вы хотели Вот Правочку А потом Или мы поговорим А потом Споем эту песню Ну Правочка Родилась Как Песня Правых сил Так Я По наивности Своей Когда-то Когда-то Решил Вступить В КПСС Это в советские времена Да В советские времена И потому что Мне казалось Что я Наивный Думал Что я Будучи Членом КПСС Я смогу Как-то влиять На вот Тот Раскардаш Который Существовал В ту пору Вот А Оказалось Что я КПСС Не нужен И вот Потом Потом Уже Меня Пригласили В Гайдаровскую Партию Тогда Она Называлась ДВР ДВР Демократический Выбор России И мне Чрезвычайно Повезло Потому что Я там Познакомился С двумя Замечательными Людьми Один из них Игорь Сошников Которого Сейчас уже К сожалению Нет У Гайдара Был Номер Партбилета Номер Один А у Игоря Был Второй В партии Номер Партбилета И он Еще Замечателен Тем Что Он В Дни Путча Водрузил На Смольном Самолично Флаг России Вот Такие Легендарные Люди И Грейсер Леня И вот Я Там Столкнулся С тем Что Потрясающее Внимание Было К К мнению Каждого Из членов Партии И вот Этим Они Меня Подкупили И Я Вообще Говоря Очень Долгое Время Был Членом ДВР А Случилось Так Что Сын Моего Друга По Военмеху Левы Резника Максим Резник Сейчас Достаточно Известный Человек В Питере Потому Что Он Возглавляет Региональное Яблоко И Вот Тогда Появилась Вот Эта Песня Если Облевеет Человечество Если Покраснеет Замолчит То Ему Придет На слон На смену Нечества И Под доходы Свободу Поглотит И Умный И Кретин Все Вышли Из Народа Поскольку Бог Един Единая Свобода Если Не Считал В чужом Кармане Если Ты Другому Счастью Рад Если Ложь И Лицемерие Ранят Здравствуй Вдруг Ты Правый Демократ И Умный И Кретин Все Вышли Из Народа Поскольку Бог Един Единая Свобода Нас Зовут Погибнуть За Отечество Оставляя Родину Себе Переходит Качество В Количество В Каждой Трепом Сгубленной Судьбе И Умный И Кретин Все Вышли Из Народа Поскольку Бог Един Единая Свобода Нам Претит Безудержное Ячество Нам Претит Побед Незримых Медь Чтобы Что-то Превратилось В Качество Это Это Что-то Надобно Иметь И Умный И Кретин Все Вышли Из Народа Поскольку Бог Един Единая Свобода Это Это Правда Программа Барда Онлайн В эфире Александр Генкин У меня В гостях Александр Абрамович Ну а хоть Кто-то Сейчас Из Политиков Не знаю Из Партии Вот Какие-то Личности Вызывают У вас Доверие Вот Хоть Кто-то Я Уже Не говорю Там Симпатичен Не Симпатичен Ну хотя Бо Какой-то Ну Я думаю Что Нет Потому Что Борьба За Власть Превозобладала Во всех Отношениях Между Людьми И Сейчас Коммерция Вообще говоря Настолько Коррупция И Настолько Пропитала Все Наше Общество Что Ее По-моему Не победить Никому Так вот Пессимистично Ну посмотрим Посмотрим Да У нас По крайней мере Должно Пройти Несколько Поколений Смениться Ну будем Надеяться Будем Надеяться А вот Скажите Пожалуйста Что Вас Радует Вообще Вот Какие-то Простые Такие Человеческие Радости Вот Что Что Вы Любите Делать Ну Ну я Я Радуюсь Автомобилю Который Меня Возит Вот Радуюсь Успехом Сына Какого Который Аркадий Который Михаил Который Аркадий Вдвойне Радуюсь Потому что Он В свое Время Был Будучи Студентом Политехнического Института Пришел Ко мне И сказал Папа Нам Все Врут Я Не могу Учиться В этом Институте И Я Решил Уехать В Израиль Да И он Уехал В Израиль А потом Оттуда Обычным Путем Трамплинировал В Канаду И вот Там Он Закончил Торонский Университет И Сейчас Он Ассистент Профессора В Торонском Университете Заведует Всей Абитурой И Я Рад За то Что у него Все Случилось И все Получается Народил Мне Внучка Внучка Так Давид Его зовут Вот Вот А Мишка Мишка Заканчивает Заочно Индустриальный Институт Наш Ленинградский И Слава Богу У него Тоже Все Хорошо И Народил Он Внучку Его Супруга Наташа Народила Внучку Замечательная Внучка Как зовут ее Зовут ее Алина При крещении Она наречена Александрой Вот Ей Сейчас Полгодика Совсем Недавно Радость Такая Замечательная А вы С Аркадием Я где-то Смотрела Вы вместе Даже с ним Выступали Он тоже поет Да Он пел Маленький Черный Пес Мою песню Игровую Такую То есть он тоже владеет Гитарой И поет Он Он с удовольствием Поет Клячкина Причем Очень неплохо Поет Но Стесняется Публичных Показов Почему-то Вот он Приезжал Сюда В Сентябре Прошлого Года Я и затащил Его в Восток Но Выйти к Микрофону Так и не Получилось Затащить Его Ну бывает А получилось Хотя Хотя он Хорошо поет Да Клячкина Именно Понятно Давайте мы Вот шестая Заповедь Песню Если можно У вас Я попрошу Испомнить Ну Шестая Заповедь Это У меня Была Такая Задумка Написать На Все заповеди Песни Дарованные Моисею На Скрижалях Но Получилось Только на Две Не убей И вот Не пожелай Жены Ближнего Своего Я как-то К другу Подошел И Говорю Пропал Я Нынче Вечером Жену Чужую Пожелал Ужасный Грех Страшнее Всех И Душу Не Спасти Но Я Влюблен Я Ослеплен И Следует Простить Друг Говорит Мне Не Скучай Бывает Старина Потом Немного Помолчав Чья Говорит Жена Ужасный Грех Страшнее Всех И Душу Не Спасти Но Ты Влюблен Ты Ослеплен И Следует Простить Я Говорю Жена Твоя Он Говорит Убью Я Говорю К Чему Скандал На Пожелай Мою Ужасный Грех Страшнее Всех И Душу Не Спасти Но Я Влюблен Я Ослеплен И Следует Простить Он Говорит Была Нужда Сам Говорит Желай Мне Не Нужна Твоя Жена Жена Так Говорит И Знай Ужасный Грех Страшнее Всех И Душу Не Спасти Но Я Ж Влюблен Я Ослеплен И Следует Простить Я Больно Жива Вот И Кстати Мы Там Проводим Фестивальчик Яблочный Спас На Яблочный Спас Наверное И проводите Да Хорошо Давайте Я просто боюсь Чтобы мы не успеем Вот вышку Споем А там уже Сколько останется Чуть-чуть еще поговорим Хорошо Хорошо Наверное Самая знаменитая Ваша песня Да Ее приписывали Всем кому Не по пути Народная Народная Да Прорезала Вышка По небу Лучом Как же Это Вышло Что Я Непри Чем Как же Нам Надумать Компромисс Через Нашу Дурость Разошлись Через Нашу Дурость До Глаз Дурной Отшатнулась Юность От Нас С тобой Улетела Улетела Песней Чужим Кострам Где-то По соседству Звучит Не нам Что Что Ж Наговорили Друг 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 Мы Что Ж Не Прости Ли Друг 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 Мы Друг Обернулся Случай Тяжелым Днем Где-то По соседству Поврось Идем Прорезала Вышка По небу Лучом Как же Это Вышло Что Я Непричем Как Ж Нам Надумать Компромисс Через Нашу Дурость Разошлись Да Вот песня лирическая Песня лирическая А вот А вот вышка Это Вот эта вышка Это что такая Вот за вышка Это Телевизионная Наша вышка На первом Конкурсе Когда Юра Андреев Я спел Вышку На конкурсе Юра Андреев Вдруг Выскочил Из Комнаты Заседания Жюри И говорит Саша Есть у тебя Какая-то еще Хорошая песня Которую Можно Подменить Там Сидит Упертый Жлоб Какой-то И он Говорит Что Прорезала Вышка По небу Лучом Это Зона И конфликт Личности С государством Политическая Так вот Да Напрашивается Александр Абрамович Спасибо огромное У нас Время Подходит Уже К концу Спасибо за то Что пришли Режиссер эфира Конопелька Мария Оператор эфира Захаров Владимир Видеооператор Маджас Евгений Автор ведущей Елена Гудкова До свидания Продолжение следует